В здоровом теле здоровый дух. Этот лозунг еще не по духу. Основной состав на Спорт.ФМ Хабаровск. 107,5. Доброе утро, хабаровчане, любители спорта. Мы продолжаем наш утренний эфир на Спорт.ФМ Хабаровск и с удовольствием приветствуем в нашей студии. Максим Ишкельдин, трехкратный чемпион мира, полузащитник сборной России и игрок хоккейного клуба «Сканевтянник». Максим, добрый день. Доброе утро. И у нас в гостях по традиции, когда мы затрагиваем тему хоккей с мячом, Виталий Афанасьев, пресс-эташе хоккейного клуба «Сканевтянник». Доброе утро. Приветствуем вас, дорогие гости. Начну, в принципе, с новостей, потому что новости лично меня обескуражили. Я вчера был в такой уверенности в окончательном раскладе, который сложится в группе «Б» в Ульяновске на предварительном этапе Кубка России. Но, в общем, команды слегка удивили. В частности, вовсе не «Зоркий» будет нашим соперником по полуфиналу, а «Московская Динамо». Вы следили, Максим, за входом игр в группе «Б», проходящих на Кубке? Ну, в принципе, за всем турниром я старался следить. В последний день так получилось, что мы пришли после соревновки и сказали, что «Красногорск» проиграл. А «Динамо» я буквально сейчас утром узнал, что… Так же проиграли «Динамо» в «Байкалу»? Ну, неожиданно достаточно. Я слышал только положительные отзывы. Ну, не то, что положительные, фантастические отзывы, а «Динамо» на вот этих турнирах, на первых. Ну, немножко странно. Посмотрели, конечно. Может, это какой-то хитрый ход со стороны «Динамовцев», чтобы специально попасть на «Сканевтяник» в полуфинале? Реванш? Не знаю, может ли, нет? Есть. Ну, а относительно… Вот вы бы хотели с кем встретиться в полуфинале или как сложится так… Может быть, настраивались на кого-нибудь определенного уже за тур до окончания? Со своей большой командой, например, было желание повстречаться? Не, ну, желание-то было бы, но просто был матч, да, Иркутска-Красногорск, где, в принципе, ну, как нам казалось, что решалось, кто выйдет. Но они сыграли, и поэтому… Мне казалось, что все очевидно. Ну, всем так казалось. А у нас телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Александр. У вас есть вопрос, вероятно? Да, у меня есть вопросы к обоим вашим гостям. Поздравляю их очно с победой в предварительном этапе. Главное, с хорошей победой и без поражений. Еще вопрос к Максиму. Как он пришел в хоккей с мячом, и как ему вот сейчас в нашем клубе адаптировался, и как все это… А к Виталию такой вопрос. Там как хоккеисты… Он больше, наверное, следит там, как у них со здоровьем Павла Бондаренко, и как готовятся к Кубку мира, и какие задачи ставят на Кубок мира. Спасибо, спасибо, Александр. Ну, давайте с Максима начнем, наверное. Ну, давайте с Максима. Как пришел в нефтяник? Да. Ну, вообще, как в хоккей, я так понимаю, вопрос в первую очередь. И как вообще в нефтянике? Ну, если брать отдельно хоккей с мячом, да, то есть сначала я все равно занимался хоккеем в шайбе до 11 лет, да, потом так получилось, что я поменял вид спорта, да, где-то, может, там отец повлиял, да, на это. Ну, вот так случилось, да, в 11 лет. Я попал в хоккей с мячом, то есть… Думаю, никто не пожалел. Я, ну, учился, ну, кататься-то я, как бы, понятно, что, ну, тоже продолжал учиться, да, но с клюшкой, как бы, я боролся первое время, было немножко непривычно, да, все равно разное поле, условия, но все остальное, да. Ну, а в нефтяник, да, с Михаилом Юрьевичем поступило предложение, мы долго думали с семьей, там, и обсуждали весь этот переход, да, ну, никто не думал, что вот так вот с запада на восток так конкретно перекинет. Ну, в целом, понятно, мы еще коснемся вопросов, да, переезда, переездов различных, а Виталий, наш радиослушатель Александр спрашивал относительно здоровья Артема Бондаренко, в частности, какие там существуют сейчас проблемы в команде, я видел вчера интервью на официальном сайте Михаила Юрьевича. Ну, вот я только что хотел сказать, что вчера пообщались мы с главным тренером, как раз вот один из вопросов коснулся здоровья Артема Бондаренко, ну, на сегодняшний день ситуация, насколько я понимаю, такова, что плечо побаливает у Артема, но, тем не менее, он принимает участие в тренировках практически наравне со всеми остальными хоккеистами, на Кубок Мира он едет вместе с командой. Вопрос в том, насколько он, да, успеет восстановиться вот именно к началу турнира. И от этого будет зависеть, естественно, качество его игры и тот процент, скажем так, помощи команде, которую он сможет доказать. Поэтому такой вот конкретики, конечно, сейчас нет никакой. Самое главное, что он в строю, он тренируется, он едет. И мы, конечно, все очень надеемся, что он сможет доказать помощь команде, тем более, что соперники, у нас на предварительном этапе, мама, не горюй. Да, а относительно других игроков, там, все ли в форме, там, нет ли больше травмированных, да? Ну, и таких, как и тяжелых травм, нет. Единственное, у нас пока под вопросом находится по-прежнему Кирилл Петровский, который вот после такой достаточно неприятной и тяжелой травмы по-прежнему восстанавливается. И вот сегодня-завтра будет принято окончательное, так сказать, решение, вердикт по Кириллу. Поедет он с командой, не поедет, сможет он там выступить. Потому что, естественно, Кириллу нужно как можно быстрее возвращаться в игру, ему необходим игровой тонус. И, может быть, даже на Кубке мира он будет проводить небольшое количество времени на льду, но, тем не менее, ему нужно выходить, да, ему нужно попадать вместе с командой, чтобы готовиться к чемпионату страны. Ну, Виталий, вот раз мы с Максимом сошлись, вам мнение, что достаточно неожиданно завершился турнир в группе «Б» от твоих впечатлений? Ну, я, мягко говоря, тоже был слегка шокирован. При всем уважении к команде «Уральский трубник», я очень люблю эту команду. Я люблю и главного тренера Алексея Жеребкова, хорошо знакомого хабаровским болельщикам. Вот, я признаюсь, я переживал за эту команду на протяжении всего турнира, но абсолютно был шокирован результатом вот этим, потому что «Уральский трубник», команда, которая до этого проиграла все матчи, по большому счету, для них эта игра ничего не значила, тем более, что Зорки выигрывал по ходу встречи, и вот такой вот результат. Вопрос такой, а что это было? Вот на самом деле вот нужно будет разбираться. Так или иначе, возглавили таблицу хоккеиста Иркутска, «Байкал Энергия», с которыми, в принципе, хабаровчане встречались здесь в Европе-арене даже дважды. Максим, ну, как я могу предположить, наверное, сейчас «Байкал» уже не тот, каким был во время этих товарищеских игр, да? Не, ну, конечно, и где-то спрашивали тоже, что вот почему такой счет, да. Я говорю, ну, мы готовились раньше к кубку, а не позже, поэтому, конечно, и это были совсем другие матчи, они такие, для нас были контрольные, да, для них там, они только, ну, втягивались, да, можно так сказать, вот, поэтому... Насчет переездов, кстати, вот вопрос, ну, такая ситуация возникла, раз уже хоккей, шайбы затронули. Вот только что, буквально на днях, Каспарс Даугавинш, латвийский, капитан латвийской команды, отказался ехать в Хабаровск, ну, официальная версия, семейные обстоятельства. Ну, я знаю, многие хоккеисты отказываются там, ну, далеко, а где это Хабаровск, что это вообще? А не было таких мыслей вообще? Ну, в его ситуации я могу только предположить, что может быть то, что он, ну, как бы иностранец, может, поэтому ему как бы... А вот лично вот у тебя? Да нет, ну, в Хабаровск такая всегда была интересная поездка, да, что из Новосибирска, что из Косногорска. Так, ну, это, ну, страна у нас большая, да, это, ну, как будто не то, что две разные страны, но просто по-другому, да, здесь живешь, да, это одно тут приезжаешь, тут вообще все по-другому, поэтому даже, может быть, даже где-то интересно. В качестве ликбеза, я не знаю, наверное, больше вопрос к Виталию, Виталию, когда определятся места проведения полуфиналов и финалов на Кубок России, финала? Ну, если я что-то правильно понимаю, это должно произойти уже в ближайшие дни, так как финальная часть должна пройти в начале ноября, предположительно, это 2-4 ноября. Естественно, необходимо время для подготовки хозяина, скажем так, финальной части. Мне известно, что есть несколько претендентов на проведение финала. А можно озвучить их? Ну, во всяком случае, это однозначно не секрет, что это Архангельск. Потом есть такая информация, что и Москва была бы не против провести в этом году у себя финал Кубка России, тем более, что давненько столица не принимала. В Перлацком? Ну, скорее всего. И, опять же, в принципе, это не секрет, что, собственно, и Хабаровск был бы очень не против снова принять Кубок России у себя в арене Ерофея, тем более, что у нас есть великолепный опыт проведения самых престижных соревнований, в том числе и финальной части Кубка страны. Сейчас в Хабаровске наблюдается. Но если не бум, то такой повышенный интерес к хоккею с мячом, с канифтяником. И, естественно, что если бы этот турнир прошел здесь у нас... Но я так думаю, что пару аншлагов бы мы собрали, это точно. — Максим, а вообще вот если про Ерофея-арену продолжать немного идею, да, а вот переехав в Хабаровск, было ощущение, что, ну, это уже такая достаточно родная арена, я имею в виду, что намекая на прошедший чемпионат мира? — Ну, пока тяжело сказать, что она действительно моя родная, да, все равно ты здесь гость, да, но потихонечку привыкаешь к этому всему. Ну, да, то, что мы на чемпионате мира переодевались в этой раздевалке, да, такое ощущение, что тут, получается, конец сезона здесь провел и сразу начало. — Вернулся, никуда не выходил. — Да, примерно так и есть. Ну, там, в отпуск съездил, домой съездил, да, и тут опять сюда приехал, поэтому, может быть, как-то даже я об этом не думал. Вот, а так, то, что вы сейчас сказали, да, ну, так интересно получается. — Друзья, наш телефон 757407, сейчас выходим на небольшой перерыв. И звоните, задавайте вопросы Максиму и Шкельдину. — Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз. Напоминаем, что у нас в гостях сейчас, в данный момент, в прямом эфире, Максим Ишкельдин, полузащитник сборной России и хоккейного клуба «Сканевтияник», и Виталий Афанасьев, пресс-атташе хоккейного клуба «Сканевтияник», говорим, естественно, о хоккее с мячом. И наш телефон 757407. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. — А у меня личный вопрос, можно? Максим, а ты трехкратный чемпион мира. Какая из медалей тебе запомнилась больше всего? — Не могу выделить какую-то одну. Можно сказать, что первая была такая, что было очень много эмоций. Вторую тоже не могу сказать, что она была хуже, лучше или как-то еще. Они все три своеобразные. То есть в Иркутске было интересно, в Хабаровске, в Швеции было сложно, если можно так сказать. Поэтому все три дороги. — Это хорошо. Есть у нас звонок от радиослушателя. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Да, Анатолий, слушаем вас. — Я вот хотел ребятам задать вопрос. У меня два вопроса. Вы знаете, вот губернатор наш задал задачу вроде бы, поставил перед ребятами. Но мне кажется, вот оно немножко как бы преждевременное. Это как на ваше мнение. И вот второй вопрос. Вот к Максиму. Есть ли у него какие-то там такие в прошлом игроки, которые для него памятные с Хабаровска? Спасибо большое. До свидания. — Спасибо, Анатолий. Максим, а задачу? — Не, ну про игроков я помню, что было много новосибирских игроков, которые здесь выступали. С кем-то мне даже повелось, посчастливилось поиграть после этого. И много слышал, что кто-то уезжал на Запад, а кто-то уехал в Хабаровск. Так, может быть, я вот конкретно не вспомню. Да, вот новосибирцев помню, что были, играют, да, и может и будут играть. А по поводу задачи, то, что преждевременно, ну не знаю, мы же не будем говорить руководству. — Да вы рано еще, да? — Ну как-то, ну, может, это неправильно, поэтому сказали. — Значит, надо исполнять, да? — Ну, понятно, да, начальство как бы тут... — Я два слова добавлю только вот к этой теме, что касается задач. То, что высокие задачи должны быть, но это нормально, оно так и должно быть. Потому что если не ставить высоких задач, да, то, собственно, команда никогда и не будет подниматься. Другой вопрос, получится, не получится, и, в принципе, об этом уже было озвучено и президентом клуба Василием Шахалевым, что это спорт, и может не получиться, и поэтому из этого трагедии заранее делать не надо. Вот. Ну а то, что команда будет стараться, я очень надеюсь, и все мы надеемся. — Мы уже поговорили о том, что, да, завершился предварительный этап Кубка России, да, и действительно так сложились полуфинальные пары, что с Каневтянику встречаться с московским «Динамо», а Воднику с «Байкалом Энерги», но сейчас, я так понимаю, что все-таки все мысли о предстоящем Кубке мира в Швеции. Правильно я понимаю? — А когда уже, собственно, вы в Швецию собираетесь? — Ну, турнир, получается, начинается с 8 по 11, да, проходит в шведском городе Сандвикин. Мы туда, так сказать, выезжаем, вылетаем, да, в четверг, первого числа, то есть... — Уже первого числа? — Да, то есть немножко привыкнуть ко времени, да, все равно уже за эту неделю, ну, мы же, к сожалению, перестроились, да, к Хабаровскому времени, к местной, там, к еде привыкнуть ко мне. — В флоре и фауне. — Да, то есть такие бытовые, скажем, моменты, чтобы не впритык приезжать, да, все как-то стумбурно было, а спокойненько было время подготовиться. — Ну и товарищеская встреча, если я не ошибаюсь, какая-то запланирована, причем... — 4 октября в Упсале пока что стоит нашим соперником Болниус, ну, вот опять же, Михаил Юрьевич вчера сказал, что не исключен такой вариант, что соперник будет другим, пока не раскрывается, кто это может быть, ну, будем ждать. — Ну, так или иначе, до начала, собственно, Кубка мира планируется... — Как минимум один матч, команда проведет. — ...за шведской командой, ну и затем в группе у нас, опять же, три команды из Швеции, если честно, услышав о том, что Михаил Юрьевич сказал, что мне нравится группа, которая нам попалась, и я был удивлен, потому что, зная, как Виталий относится к шведским соперникам, это скорее напрягало. Мы продолжим эту тему, сейчас, опять же, выслушаем вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте. — Добрый день. — Здравствуйте, как вас зовут? — Александр. — Очень приятно, Александр. Слушаем вопрос ваш. — У меня вопрос к Максиму и к Виталию. Первый вопрос к Максиму по поводу конфликта. Вот, насколько я известно из официального информации на официальном сайте Зоркова, там в Зорковом был какой-то конфликт между руководством и игроками по поводу невыполненной зарплаты. И в первую очередь меня интересует, конечно, Миргазов-Алмаз. Якобы там конфликт был очень серьезный, вплоть до того, что Миргазов собирался уходить из клуба. Насколько разрешилась эта ситуация, если Максиму, конечно, это известно. Ну и параллельно с Виталием, как раз тоже вопрос по поводу Миргазова. Планировал ли вообще переход вместе с Максимом? И были ли приглашения от нефтяника Миргазову для перехода в нефтяник? — Спасибо за вопрос, Максим. Что известно о ситуации в Зорком? — Ну, если брать, да, то есть у меня закончился контракт, да, у нас перед, ну не всеми, получается, игроками, да, кто ушел, есть задолженности по заработной плате, которые, можно так сказать, вот буквально полмесяца назад, да, начали выплачиваться, да, то есть хорошо, что это идет процесс в лучшую сторону, да, не до чего, скажем, такого тяжелого, да, какого-то судебного процесса или какого-то еще разбирательства, да, то есть мы, в принципе, ну договорились, если можно так сказать, да, и вот хоккейный клуб Зорки сейчас начал нам выплачивать эти долги. — И в том числе тем игрокам, которые сейчас в Зорком играют? — Нет, сейчас, я вот когда разговаривал с ребятами в последний раз, то есть, в принципе, сейчас чуть-чуть ситуация стабилизировалась, и, в принципе, говорят, именно финансовых, да, каких-то там задолженностей их нет, ну, или там таких были бы, но, в принципе, говорят, что сейчас все более-менее нормализовалось, да. Если брать нашу ситуацию, да, то я вам сказал уже, что есть задолженность, которая вот сейчас начала гаситься. — Ситуация решается. — Угу. Виталий. — Ну, что касается переговоров с «Алмазов» и «Миргазов», я, честно говоря, не знаю, ввел ли их клуб «Нефтяник», а что касается клуба «Скайнефтяник», я могу сказать, да, что переговоры с «Алмазом» велись летом, ну, была проблема в том плане, что у «Алмаза» вообще-то действующий контракт с «Красногорским клубом», вот. Ну, в конечном итоге «Алмаз» принял решение принять предложение «Красноярского Енисея». То есть, ну, личное мнение, личное желание хоккеиста, будем его уважать. — Да. Собственно, продолжая тему предстоящего Кубка мира в Швеции, Виталий, вкратце о формуле турнира. Три группы? — В этом году, да. К сожалению, так получилось, что впервые в истории проведения вот этого турнира, но, во всяком случае, наверное, последних лет 30-ти, когда вот он с начала 80-х сформировался именно как Кубок мира, потому что до начала 80-х, до появления отечественных наших советских, российских команд в Швеции, это был турнир, носил другое название, немножко был другого профиля. С той поры вот официальная такая структура, это 16 команд, разбитые на предварительном этапе на 4 подгруппы по 4 команды и со всеми вытекающими последствиями, плывев и так далее. Ну вот, впервые за все это время... — Недобор случился? — Недобор получился, да. — А причина? — Причина финансовая, к сожалению, вот этот вот кризис, который нас в очередной раз настиг, больно ударил по клубам, и команды, которые изначально должны были ехать, ну, в частности, тоже Красногорский, Зорки, та же Кировская родина, и Водник приглашался туда. — Отказались? — Отказались, да, потому что дороговато. И вот в итоге получился недобор. Я знаю, что приглашали, пытались пригласить кого-то из шведских клубов, чтобы вот эту квоту добить, но шведы тоже не посчитали необходимым выступать на этом турнире, увы. — Всего команд будет? — 14 команд, в итоге 3 группы, немножко такая сложная система получается, по 2 лучшие команды выходят, а затем еще необходимо добрать 2 команды, которые заняли третье место в своих группах. И там очень сложная система подсчета, приоритета, кто и получит эти путевки. — Друзья, у нас опять небольшой перерыв в эфире, оставайтесь с нами, наш телефон 757407. Подумайте над вопросами. — От веселых стартов до олимпийских вершин. Основной состав на «Спорт.ФМ Хабаровск» 107,5. Спорт начинается с семьи. Основной состав на «Спорт.ФМ Хабаровск» 107,5. Доброе утро, друзья. Приветствуем вас на «Спорт.ФМ Хабаровск». Наш телефон в студии 757407. Дозвониться по нему вы можете прямо сейчас и задать свои вопросы Максиму Ишкельдину, игроку «Сканевтяника» из сборной России. И Виталию Вафнасеву, пресс-пересс-атташе, хоккейного клуба «Сканевтяник». Мы говорим о хоккее с мячом, о «Сканевтянике», о предстоящем Кубке Мира в Швеции, на которой уже на этой неделе нашей команде вылетать. А, как говоря, да, у нас уже есть телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений, болельщик клуба «Сканевтяник». Слушаем вас, Евгений. У меня вопрос к Максиму. Скажите, пожалуйста, Максим, а я вот смотрю заявку «Сканевтяника» на этот сезон и вот вижу, что есть в команде Максим Ишкельдин, а вот и также в заявке Илья Ишкельдин. Ну, вкратце, может быть, рассказали бы о том, об этом игроке нам. И второй вопрос у меня к вам. С какими чувствами вообще? Что вообще испытывает игрок, когда вот он забивает в финале чемпионата мира, то, что завелось к вам. Спасибо. Спасибо, Евгений. Да, вот, Максим, расскажите об игроке Максиме Ишке. Об Илье Ишке. Да я шучу, конечно же. Ну, Илья у меня, у него, по-моему, если не ошибаюсь, третий год здесь, в Хабаровске, да. Он три года назад переехал, да, еще в детскую, получается, команду, да, то есть в детско-юношескую школу, да, и так получилось, что попал к «Нефтяник-2», да. Сейчас, то есть с начала сезона он с нами, в принципе, прошел всю подготовку, да, кроме, наверное, шведского сбора вот этого основного, он туда не поехал, да, то есть, а так, и даже на льду, не то, что иногда, да, они там постоянно менялись, ребята, да, но он с нами также тренировался, то есть. То есть вместе с братом на льду вы уже... Ну, в официальных матчах нет, да, но на тренировках, да, то есть. На тренировках. Может быть, пока ему тяжеловато, да, переварить это весь, нагрузки, скорости, привыкнуть к этому всему, но я думаю, прогресс виден, да, прогресс очевиден, что, может быть, и за счет партнеров, тренеры подсказывают, лед, да, это все равно в лучшую сторону влияет, и надеюсь, что не так долго займет процесс перехода из второй команды в первую. В этом сезоне уже можно ждать. Мне бы хотелось, да, но пока тяжело, ему тяжело, да, самому вот этому, может, привыкнуть к этому всему, это все равно такой психологически тяжелый, да, момент, ну, как показывает, ну, практика, да, кто-то его легче переходит, да, кому-то тяжелее, да, кто-то в более позднем возрасте это происходит, да. Ну, мы, по крайней мере, будем надеяться, что в этом сезоне мы увидим братьев и шкельдинок уже одновременно в основном составе. Было бы интереснее. А я бы отметил, что уже на примере вот матчей, которые в Ульяновске прошли, да, тренерский штаб, так называется, подтягивает молодых игроков, и они получают свое время на льду, может, где-то по причине того, что кто-то выбывает из основного состава, но это положительный факт. А было бы очень интересно, да, два и шкельдина, два бондаренко. Да, да, у нас... Ну, правда, один момент хотелось бы обратить внимание, многие потают то, что это не родственники, да, однофамильцы. И насчет гола в финале Чемпионата мира вопрос. Как вам? Ну, достаточно смешанные эмоции, да, понятно, это радость, да, когда еще на трибуне 10, да, было где-то в районе 10 тысяч, это, конечно, когда все за тебя болеют, это, ну, это фантастика. Так это мой, получается, первый гол вообще в финале, и то есть, ну, это... Это круто. До этого в финале не было. И передать ощущение словами невозможно. Нет, хотелось бы еще просто пережить это, да, но это уже будет второй, а вот первый, конечно. А можно я один вопрос, Максим, задам? Да, конечно. Язык чешется, да, восходят из случая. Вот просто интересно, два финала Чемпионата мира в Иркутск, да, полный стадион, но на открытом воздухе, и полный стадион в Хабаровске. Закрытый стадион. Закрытым помещение. А где вот эмоций больше получаешь? Ну, я не знаю, где вот так сравнить, да, эмоции больше. Так получилось, что вот в крытом как-то вот не то, что более шумно, да, то есть, ну, как-то там... Там другая там сфера. Если тут более так открыто, да, вроде бы там было тоже больше 20 тысяч, да, было очень, ну, громко, да, как казалось, что больше... А тут казалось, ну, прям вообще, как будто они вот прям рядом за тобой стоят и прям вот не то, что кричат, а орут просто прямо. И, то есть... Гонят вперед. Гонят вперед, и ты вот даже, если хочешь там поменяться, да, или крикнуть кого-то, или там подсказать, но это вообще нереально, то есть, ну, там, если докричался, ну, это просто тебе повезло. То есть, ну, это... Может быть из-за того, что вот закрытое, да, все это, но это... Ну, акустика, конечно, другая в закрытых помещениях. Да, здорово, очень интересно. Спасибо говорим нашему радиослушателю за вопрос, на который он навел. Да, и у нас вот Виталий тоже замечательный вопрос, на мой взгляд, задал. Возвращаясь к графику, который предстоит в Швеции, насколько я понял, он весьма напряженный. То есть, нужно будет не то, что раз в день, да, матчи проводить, как это в Ульяновске было, а может быть даже и чаще. Ну, если мы берем групповой этап, да, то там, получается, у нас по одному матчу в день, да, но если мы выходим дальше, да, то там, конечно, уже более такой сжатый график, то есть, можно за два дня провести четыре матча. За два дня четыре матча. А, ну, вообще это, насколько это тяжело, да, у тебя опыт такой был, проведение турниров с таким графиком? Во-первых, то есть, каждый матч у тебя как последний, да, то есть, не то, что нельзя сказать, да, что нет проходных матчей, просто каждый матч решается, каждый мяч решается, да. Ты на ошибки высока. Очень высока, да, то есть... Расслабляться нельзя, опять же. Ничья, то есть, пенальти все равно, вот эти вот нюансы, да. В прошлом году мы играли, да, вот буквально решалось, мы там на последней минуте били пенальти, да, бьем, забиваем этот пенальти, дальше бьем пенальти, вроде там уже решается судьба, выходим и дальше не выходим, да, то есть, накал идет. И каждый матч, получается, идут как нон-стоп, да, то есть, ты где-то видишь, тут где-то какие-то эмоции, да, там кто-то проиграл, переживает, тут ты там, и все это вот так вот. Интересно достаточно и для болельщика, и для нас такой очень интересный опыт. Ну вот, Максим, мы говорили о медалях чемпионата мира, да, на Кубке мира с Зорким уже Да, в 2012 году есть одна победа, да, очень такая, на памяти значимая. А вот звание чемпиона России пока нет в этой копилке. К сожалению, пока нет. А это было каким-то дополнительным стимулом, что Sky нефтяник является той командой, которая в принципе претендует в этом сезоне на чемпионство. Было это каким-то стимулом перехода в Хабаровск? Не, ну, конечно, хочется, чтобы твои, да, личные цели, да, совпадали с Кубом. Я думаю, тут они не расходятся. В твои личные цели вообще входит, да, звание чемпиона России? Ну, если можно так коротко ответить, да, то да, конечно, входит. Ну, будем прилагать максимум усилий к этому. Еще у нас звонок от радиослушателей. Доброе утро. Доброе утро. Это Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такого характера. Вот учитывалось ли мнение младшего брата при переходе в Хабаровского? А второй вопрос вот такой вот. В Хабаровске мальчишки во дворах играли в Чухлова, в Лазарева, в Пазникова. А у вас вот в детстве были какие-то такие вот кумиры, да, к кому стремились, как бы вот. Спасибо. Вот такой вопрос. Спасибо. Ну, если брать моих кумиров, да, которые я помню в детстве, именно они у меня были связаны с игроками хоккей-шайбы, да, то есть в то время там Буре блистал там за океаном, да, то есть там Федоров там, Лорионов, то есть больше может быть у меня, ну, не конкретно, да, хоккей с мячом, а вот именно хоккей-шайбы, да, были такие вот. Все равно ты смотришь там по телевизору, где-то тебе казалось что-то нереальным, да и сейчас кажется, да. А вот по поводу первого вопроса. Брат, может быть, повлиял на переход в Каневтяник или семья как-то каким-то образом? Нет, ну, понятно, что если сейчас спросить маму, да, она, конечно, скажет, хотелось бы, чтобы брат хотя бы там мог присмотреть все равно. Новосибирск-хабаровск, ну, не близко, да, только телефон, получается, может связать, да. Илья сразу сказал, что да, он хотел бы, чтобы я играл. То есть мы бы могли быть ближе, да, и могли еще тренироваться, я бы мог ему, может быть, чем-то помочь. То есть он четко, ясно сказал, да, я хотел бы, чтобы ты играл. Вот так. Еще мне хотелось бы затронуть, когда у нас были в гостях Василий Грановский, Павел Рязанцев, и когда задавали вопрос относительно кто хочет поиграть в Швеции. Я знаю, что у тебя такое желание во всяком случае есть. Вот что является причиной, почему игроки хотят попробовать себя в Швеции? Ну, я не знаю, почему игроки хотят, да, скажу за себя, то, что мне это интересно как опыт, да. Чемпионат другой, страна другая, условия другие. Хотелось бы просто это пропустить через себя, понять, что это, да. У них только у, там, у нескольких команд нет крытых, да, дворцов. Это другие матчи, то есть игра на улице, да, например, игра в помещение, это другое, да. Переезды не такие длинные получаются. Ну, максимум, там, они, команды совершают, ну, один перелет за за весь чемпионат, там, где-нибудь на север, там, они летят. Остальное все время на автобусах, да, и практически в тот же день возвращаются домой. То есть вот это вот просто интересно, вот это понять, да, культура другая, игроки другие, ну, и вообще хоккей другой шведский, поэтому. Что ж, желаем удачи нашей команде в Швеции на Кубке Мира на предстоящем. Будем следить, будем поддерживать и, конечно же, наших радиослушателей оповещать. Благодарим Максима Ишкельдина и Виталия Афанасьева за визит. Надеемся, что увидимся и услышимся еще в нашем эфире. Спасибо. Удачи. Даешь спортивное утро. Основной состав на Спорт-ФМ Хабаровск 107,5.